Наверное, самая первая. Куда ты уже рот открыл? Дай я... Я понимаю, что она уже продезинфицированная, но... Дай я пимпл-кот грызу. Смотрите, это шоколадка. Тёмяку, короче, решили взять. Пускай побалуются. Игрушками. А куда, Тёма, тебе даст? Давай потом будем пробовать. Тёма уже всё увидел. Тёма, можно я попробую? Я не дал маме Тёму отгрызть. Так, ладно. Это, это, и это. Это у нас... Короче, это эти бисквитные мишки. Внутри с чем-то. Или с пищенкой, или джем, что-то такое. Это просто очень вкусная штучка. Вот такой тортик зимний, вишни у нас сегодня не было. Но была дынька, сказали, не хуже. Дынька, да. А ну, кстати, хоть пахнет дыней? Да. Ух ты. Кстати, хорошо дыней пахнет. Убирай это, это, бумажечки, салфеточки. И следующее. О, ещё. Безешки. Это люблю я и Тёмик. Не, ну я тоже, ну просто, чтобы у меня... Ты больше тортик. Всегда больше, да. Если есть выбор, то я их не ем. А я наоборот, я не тортик, я больше безешки. Да. Хлебушек. Кстати, это нам бабушка дала только что хлебушек. А ну. Только-только испечённый. Он уже остыл, да, слабому? Так что можно кушать бутерброды. Открывай. Сейчас. Что, ты за телефоном пришёл? Да? Да. Классный телефон? Да. Иди кушай. Только начинай сверху кушать, не сбоку. А ну. Клёвый. Так. Немножко влажненький, сейчас он ещё немножечко это, потому что был в закрытом подъезде. Пускай так постоит. Дальше. Это этот, листья... Салата. Будем на козочек похожи, жевать травку, да? Да. Это кулюбик. Ой, это Тёма выбрал. Вот. И это лук, огурец, буряк, сыр плавленый. Сыр ок. Сыр ок. Чай. Этот, чай. Сметана. Чеснок. Болгарский перец. Ещё попкорн. Колбаска. Ещё сыр ок. Тоже очень вкусный, кстати. И уксус. И Тёме на два самолёта. Ну, давай, откуда-то. Да. Сюда положи, наверное. Один дезинфектор. А теперь попробуйте догадаться, что из этого получится. Да. Из этого завтра будет еда. Кто-то звонит. И неси заодно дезинфектор. Хоть сломать там всё. Я думала, ты ещё не пишешь. Ты жук. Ты понял, кто. Оно там падает, мне надо утрамбовать. Ух. Вкусненько? Конечно. Одним бутербродиком таким наесться можно. Объесться можно. И опять в 10 часов вечера бутерброд. Хорошо, что не 12. И не 2 часа ночи. Угу. Мы такие, мы можем. Ничего, ещё чуть-чуть. Всё, скоро карантин закончится. Так, нет. Ты хотела пластиковый? У тебя хлебушек чуть-чуть покрошился, ничего? Чё? Что значит чё? Один мне, один тебе меняемся. Ты жук. А, в смысле, он разломался? Да. А чё ты его поломала? Зачем ты не поломала хлеб? Потому что это тебе. Ну, эти стола застойно увидеть. Что там? Там кино. Ага. А, не женское дело попадать. Нормально всё. О, Тёма нам оставил кусок телефона. Это всё, что нам оставил ребёнок. Молодец. Ну, хоть оставим. Оставим, попробовать. Ну, я, не знаю, буду я пробовать его или нет, но... Так, чтобы знать, что ещё раз покупать его или нет. Вкусно, да? Да. Я уже успела. Пьём бутербродики, потом сладенького и... Пьём бутербродики, кушаем чай, всё верно. И всё хорошо. И до завтра. Давайте, да. Всё. Пока, не мать. Но опять эта красотища пройдёт мимо нас. Ты понимаешь? Как назло. Тебе хочется машину же помыть, да? Ты хочешь, чтобы она вымазалась и помыть её, да? Нет, мне нравится, когда... Хороший дождь, не мелкий, хороший дождь, идёт и в него едешь. А ещё, как к солнцу, она сюда идёт светло. Она вот так вот наискосок идёт. Да, она всё равно нас не зацепит. Как всегда, мы или будем дома. Да ладно. Или ещё чё-то. Но всё равно, помнишь, как мы вчера смотрели фильм? Под звуки дождя. Да, она всю телеку включает. Прикольно. Чтоб хоть что-то услышать. Так, а ещё мы сейчас заедем на новую почту. Пришла посылка. Пришла посылка, посылка. Но только не с Алиэкспресса. Пришла посылка, а пока за это её не сможешь. Ну ладно. Не, чё, я могу кусочек, мельком так, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. А Ютуб потом нервничает, значит, да? Не начнёт, он не поймёт, что это. Короче, всё, едем сейчас на почту. Собираем посылку. И завтра, кстати, мы будем снимать видосик на основной канал. Будет вкусность. Хорошая-хорошая вкусная вкусность. Верно? Да. Мне идёт? Глазно, у меня яичко есть. Тёма, это моё яичко? Моё. Моё? Моё. Это твоё? А тебе не много будет? Не много. Нет. Говорит, моё. Нет, не много. Это большой сюрприз. Это купили сегодня Тёме большой. Тёма, Тёма, за что мы тебе купили яичко? Короче, это яичко. Сегодня Тёмик заслужил. Мы сегодня побывали в стомат-поликлинике с Тёмой. Я думаю, дальше рассказать, не нужно не рассказывать. Если побывал в стомат-поликлинике, значит, всё прошло не очень глазко. Все родители это проходили, все знают, что это такое с ребёнком идти в стомат-поликлинику. Это капец. Я не знаю, со мной были такие проблемы или нет. Я этого не боюсь. Сам дядька мне понравился, что хороший был. Да. Вообще. Тёме не нравится. А тебе не нравится? Тёме не нравится. Ну, понятно. Короче, дело было в чём. Надо было с Тёмиком в стомат-поликлинику. Пришли туда. Дядька классный. Сказал зайке, этот самый. Говорит, папа, садисься. Берёшь сына на руки, а мама туда не смотрит. Говорю, чё, как это мама не смотрит маме? Интересно. Мама бесстрашная. Да, мама всё смотрит. Мама у нас бесстрашная. Короче, Серёжка сел, взял Тёму на руки, вот так вот его держал. Я стояла сзади. Вот так вот держала голову. Если честно, это, наверное, было похоже, да, твою-твою, на фильмы ужасов. Какие-то реально фильмы ужасов. Пока сделали анестезию, пока то всё, пятое-десятое, всё сделали процедуру. Я думала, барабанные перепонки полопаются. Видёмо ржёт уже, конечно, ржёт. Сейчас смешно. Да. Ну, короче, он это заслужил, он молодец. Потерпел потом уже, взял себя в руки, всё хорошо закончилось. Да. Но очень было больно. Очень было больно. Но уже ж прошло. Но у меня есть дырка. Есть уже дырка, две. Короче, всё. Киндер-сюрприз заслужил, палочки заслужил, теперь едем домой заслуживать ещё мультик. Нам фильм, да? Да. А чё мне мультик? А то там дожди идут. Вообще, чёрная, да? Тёмная такая классная. А там, смотри, как этот самый, как море такое, как пенное море. Ну, как всегда очередь. Стоит, как непрекаянная, посылку же забрать надо. Забрала. И дождик он начал капать. И дождик начал капать. Да? Закрываем. Вот так. Видишь, как ты быстро сходила, что ж дождь пошёл. Да. Фух. Всё? Крыто? Попробуй. Эй, журка, тут килограмм. Смотри. Полтора-два? Смотрите. Да нет. Если килограмм наберётся. Да. Так классно, классно. Это тебе дядя врач подарил, да? Да, вот. Смотрите. Что, пшикалка? Я не знаю, где ты делаешь. Вот, смотрите. Ну да, свистеть можно. Да. А чё не получилось? Делай так, чтобы получилось. Свистни сейчас. О! Вот это оно. У меня губа заклинила. Губа заклинила. Короче, ему делали анестезию. И получается, губа тоже у него онемела. Типа такой прикольный. Говорит, губа заклинила. Дождалась дождалась? Да. А домой как идти теперь? Ага. Смотри, какой дождик идёт. А ты нас с Тёмой закинешь? А там поедешь. А по жопе никто не хочет, нет? Тёма, не хочешь, нет? Ты хотела дождик, а вот будешь идти мокнуть теперь. У тебя капюшон, у Тёмы капюшон, а у меня что? Сумка на голове? Пакет. Я буду в пакете АТБ. Знаешь такое? А я буду в пакете Хози. Да. А я буду в пакете Хози. А, капец. Ты ж только что была на улице. Смотри, как классно. Там так темно. Да, такое чёрное всё. Э, как его надо сделать так? А? Ты. Отогр. Вон там солнышко прорывается. Такое чёрное всё. Побыла на балконе. Теперь надо потрудиться. Ха-ха. Вот. Ой. Чё ж оно такое тяжёлое? Наверное, из-за сока? Ну, из-за чего? Сочок. Скидочки. Как всегда. Апельсиновый, томатный. Ха. О. И яичко. Шшш. А, да. Надо, чтобы он же спокушал. Вот. Ещё яички. Ещё яички. Она так прикольно... Да не только она. Все Костюши так прикольно пересматривают теперь яйца после роликов в Инстаграме. Постоянно, да, смотрят? Да. Постоянно смотрят все. Так. Палочки. 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 Семечки. Семечки. Семечки белые. Ха-ха. О, носки. Я нашла для ребёнку купить носки. В карантин. Капец. Она имеет в виду. Сейчас нигде я вообще их не купил. Хлеб. А, разве что в Интернете? Ой, какой-то прям чёрный сироп. Я думал, будет вкусненький. Будет вкусненький, но многие напишут, это что, это что, гадость. Это вузы, капец. Всё равно. Загрызу. Давай чай. С бутербродиками. А, да, там же ж надо это. Короче, ладно. Давай, сейчас чай с бутербродами и надо стирку достать. А то она там на соку, ну, лежит. Смотри, какой листочек. Большой. Сейчас мы будем делать, как называется? Свекольник. Да, свекольник. Холодный. Уже тут понарезали всего. Всего половина ещё стоит на балконе, остывает. Ну, а где? Сегодня на улице для остывания хорошая погода. Прекрасная погода. Уже сегодня вот такое вот. На улице 10-11 градусов. По ощущениям, вообще там все 5. Короче, сейчас мы это всё дорежем. И пока у нас будет остывать, мы сейчас будем ватербродики кушать. А то как-то проголодались. Ну да, так проголодались. Пол пятого. Где? Где? Надо что-нибудь перекусить. Что, серьёзно уже? А, да, уже без вас теперь. Угу. У нас осталось дорезать бурячок. И всё, да? Или нет? И сделать, типа, как мы тогда делали, соус. Помнишь? Мне сейчас надо горчицу будет, васаби и чашлык. Короче, всё, я понял. Всегда куча смешать. Да, и вот ещё сколько всего нарезанного. Главное, чтобы оно опять влезло, как тут у нас. А то будет, что опять кастрюля будет подверг. Но мы уже поняли, что. Лучше, пускай больше гуще будет. Да. Будет вкусненько. И лучше пускай будет ещё в одной маленькой кастрюльке. Итак, у нас получилось всё то же самое, как у нас получалось с окрошкой. Много всего. Это так, на одну сторону. Реально здесь многовато. В принципе, если сейчас залить водой, оно будет нормально. То есть просто будет больше густоты. Но у нас осталось пара яичек, картошка. Да. Сейчас мы это дочикаем сюда. И вот эту маленькую ещё сделаем. То есть вот тут как раз мы сейчас на разочек поедим. А то будет настаиваться. А ещё же есть этот. Борячок. Я вижу, довольно-таки тоже его можно добавить, да? Но оно будет краснее. Всё. Всё, тикаю, тикаю. Уговорим. Замечательно. Кстати, пять минут работы. Даже меньше. И чё, распродажа кроссовок? Я не понял. Конечно. Особенно была вчера, наверное, распродажа моей силы, да? Да. Целый час я сделала. И внизу, и тут весь набор. Сегодня никуда не идём. Завтра, не знаю, как завтра. Но пока мы никуда не идём, надо воспользоваться возможностью. Ну да, действительно. Нам послезавтра надо ехать аж в Николаевскую область, да? Нет, какую? Чернигов. Черниговскую область, вы простите. Так что 300 километров нас послезавтра ждут. Завтра поедем после этих дождей. Сполоснём машинку, заправим её. Нашим бензином, чтобы хватило туда и вернуться назад. А ты знаешь, что ты вчера съел вместо четырёх бутербродов пять? Ай-яй-яй. А я съела три. Какой ужас. Так, ты понимаешь, я себе тоненькие отрезала, а тебе побольше. И ты ещё и мой съел. Да, как я мог? Жук. Как я мог? Так, а что ещё? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Артёмику три, нам по четыре. Отлично. А, нет, простите. Три, три, пять. Ребята, едут машины, все сигналят. Ну, всё, не хотите сигналить? А, поздно успела. Короче, на машинах написано циферка девять, шарики красные и, по-моему, семьдесят пять. Ну, короче, с победой. Сегодня 9 мая. Вон, если видно будет там. И полиция едет, и всё нормально. Итак, ребята, мы едем мыть машину. Да. Да. Зато, вообще-то, не знаю, почему мы едем её мыть, если можно было бы действительно, как Зайка сказал. Вон, видишь, тучки? Вон, тёмные-тёмные. Короче, можно было бы просто какое-то моющее налить на машину и подождать, пока пойдёт дождик. И всё. Не, ну, вроде не должно быть его с этого. Все тучи отходят туда, и, видишь, здесь не могу. Ну, посмотрим, будет, не будет. Итак, мы едем мыть машину. И едем ещё покупать очки, так как мне сегодня позвонили и сказали, что на следующей неделе уже можно выходить на работу. Маски будут, перчатки будут, очки надо, чтобы были. Да. Поэтому сейчас поедем, посмотрим очки. И маме тоже. Понимаешь? Ну, да, да. И заправиться нам там. И заправиться, потому что завтра же мы едем далеко. Короче, дурдом солнышка, сейчас будем с этим дурдомом разбираться. Если туда посмотреть, то погодка не наладилась. А если посмотреть сюда, да у меня таки неплохо вышло. Солнышко стало очень жарко. Нам осталось только довытирать коврики. И можно будет тихо. Давай я их довытираю, ложись. Ага, разбирай теперь свою конструкцию. Вот так. Машину мы помыли, повытирали, не пылесосили. Да, а то бываешь на зло. Пылесосили в предыдущий раз. И едем мы за средствами самозащиты. Самозащиты точно. Не, ну а серьезно, мы же будем защищать себя? Главное потом назад, когда бы не ходить, не провтыкать и заправиться. А, да, мы можем, бывает. Не, ну мы можем и завтра, но это с моста спустись, объедь кучу всего, чтобы, ну да, это так себе вариант. Лучше сразу заправиться и поехать. Да. Поэтому сейчас средства самозащиты, заправка и домой. Да. Начинать готовиться к работе. Через несколько дней. С Марсин сходили, все купили. Купили вот такие вот очки. Нормально. Перемерили их все, что там были. Короче, как говорится, потянет. И это, что еще? Едем на заправку, заправляемся и быстренько валим домой, потому что хочется уже не кушать, а жратки. Хотя утром поели. Поели. Полазили. Ну видишь, это же быстро перерабатывается. Кто? Ну свекольник этот. А, да. Легкий получается. Ничего, все путем. Ой. Ну зай. А что ты меня толкаешь туда? Все, я ушел с телефоном. Ой, маску надо, маску. Я готов. Я сейчас это, побоялась, что ты на меня. То я думаю, растаю сахарное все-таки. Да, Ань. Кушать хочется однако. Смотри, какой. Все лучше как. Да, это это. Какие? Шпатель. Шпательочек для балкона. Который мы планируем, планируем и все никак. Это бутылочка. Не знаю, для чего. Для чего-то. Это мои очки. Не надо их пшикать. Это очки. Они на работу. Аня будет на работе в очках. О, наконец-то мы нашли эту штучку. О, это, которую поломали в предыдущий раз. Ну, кто поломал? Ну, не я же явно. Кто поломал? Это это. Для нарезки кубиками. Да. Потом. О. Кое-кто допросился свои ножницы. Наконец-то я все-таки дождался, пока их были ножницы. Короче, по металлу, по всему, что хочешь перерезать провода. Они просто шикарные. О, класс. Пригодятся. И нам с Тёмиком надо было вот это. Да, Тёма с мамой будет у нас заниматься рисованием. Клей. Хорошо, клей. Какое рисование? Это этот будет. Не кибана, а это. Открой на проветривание, пожалуйста. Да, муха сидит, а что залетит. Короче, будем клеить всякую штуку. Это термоклей. Так, короче. Салфеночки. Хватит, а то ты мне в нос. Три в одном. Все повыпивали. Все, что только возможно. И. Это мы загорать собрались. Уже. Чудное дело акция. Покупаешься то, что тебе не нужно. Да. Барни. Вот так она. О, это мы себе на завтра. В дорогу. Я сюда, когда за рулем, далеко, сюда редбульчик. Это тоже пожевать. В дорожку. Диальше. А это не в дорожку, просто пожевать. Отлично. А это сегодня к фильму, просто пожевать. Мы раз купили этот такой коричневый вообще. Какой он вкусный. Он злорный, классный, вкусный. А это кое-кому в дорогу поиграться, Тёмик. Лампочка. На это вы поняли? Только в виде лампочки. Он любит такие штучки и еще меняет. Надо все хавать. Давай, давай. О, редиску у нас закончилась. Реодиска. Редисочка. О, и это когда, сейчас будем жарить? Разве, а ты сейчас дотерпишь? Я могу и сейчас пожарить. А сколько оно будет жариться? Ну, на все про все, наверное, минут 30 надо будет. Ой-ой-ой. Это проблема. Ну, это ж мы же не только будем мясо жарить. Это, кстати, мясо, это корейка, которые стейки делают. И этот. Ну, это ж надо и это пожарить, потом... Хоть что-то с овощей пожарить. Да, я готов просто это поесть с редиской. Нет, ну у меня что, две сковородки? И что? Ну, пока одно там жарить. Ну, все, хорошо говорила, давай пожарить. Так уж и будет. Я никого не уговаривала, у меня есть свекольник. Готовится. Да, готовится, жарится. И это будет жариться, и салатик будет делаться. У нас же есть помидорки. Ах, умчик. Да. И с одного помидорки немножко салатика надо. А может просто чик-чик помидорки и редиску, и все? Редиску можно и все. А помидорки хочу с сахурчиком и с перчиком. И это мы же будем все кушать? Да, ну так я же не буду вот так вот. Я же буду чуть-чуть чепчить. Раз, съел и все, и хватит. Ну ладно, говорю. Молодец. В этом самом, в холодильнике куча всего. Ну, готовое только сейчас. Ну, не кино. Та-дам. Этот звук скоро мне будет сниться. Ладно, все, приятного аппетита.